Привет! Вы на канале Крисан, с вами Кристина. Добро пожаловать! Сегодня я подготовила для вас итоги своего первого месяца 2018 года. Если интересно, то оставайтесь. Хочу пригласить вас подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. И если вы еще не подписались на меня в Instagram, то исправляйте эту оплошность. Также ссылки на все остальные социальные сети будут внизу под видео. Обязательно заглядывайте. В сегодняшнем ролике я вам расскажу, как я и куда ездила в январе, а также какие фильмы смотрела. Первое, что со мной случилось в январе, это исполнение первого моего новогоднего желания. Мы отправились в ботанический сад. Я очень люблю растения, я стараюсь как можно больше находить место в своем доме для растений и покупать их. И я привезла из ботанического сада целых два растения. Теперь они у меня красуются на подоконничках. Такая красота, экзотические растения. Плюс мы попали на очень интересную экскурсию. Именно в тот день, когда мы приехали, была новогодняя экскурсия. И нам рассказывали, как празднуют Новый год в различных странах и как задействованы при этом растения, которые мы смотрели. Очень интересно, мы посетили две оранжереи и это обошлось нам, по-моему, и честно говоря, я забыла, во сколько нам это обошлось, но не более 500 рублей с человека. И растения там стоят буквально копейки. Я их купила за такую цену, которая в 3, а то и в 4 раза меньше, чем в любом другом магазине с растениями. Это очень круто. Растения теперь у меня дома в целостности и сохранности, то есть я их спокойно довезла. Если честно, я бы с удовольствием еще раз посетила ботанический сад только летом, потому что территория самого сада очень большая и там находится не менее 10 теплиц точно. Мы посетили только две. Еще говорят, там есть классная теплица с кактусами, поэтому на кактусы стоит тоже сесть посмотреть. В этот же день мы посетили батутный парк. Я первый раз была в батутном парке, я очень хотела туда попасть, прыгать в эту яму с кубиками, просто прыгать. И меня даже научили одному трюку. Это было очень круто. Я провела там час, наверное, но через 20 минут после моего пребывания в батутном парке я уже напрыгалась, уже очень устала, вся вспотела и хотела безумно пить. Как там дети проводят по полдня, я просто себе не представляю. На следующий день у меня все болело, абсолютно все. Ну, это того стоит, это очень классное впечатление. И я с удовольствием бы съездила туда еще раз, а возможно в какой-нибудь другой. Мы были бы тут на парке отрыв. Также январь по традиции это каток. Это классно кататься, дышать свежим воздухом, наблюдать за другими, как они радуются или учат детей кататься совсем маленьких, как они делают различные трюки, поворачиваться, прыгают. Просто круто. Я обожаю каток, кто на него еще не сходил в этом году, обязательно идите. В своем декабрьском видео, если вы его не видели, ссылка обязательно будет наверху и под видео, я рассказывала вам про то, что я начала смотреть новогоднее кино. Каждый декабрь у меня марафон новогодних фильмов. И за весь предновогодний и новогодний период я посмотрела 25 новогодних фильмов до 10 января. С 10 декабря, ну получается за месяц я посмотрела 25 новогодних фильмов. Помимо этого я смотрела не только новогодние, но и из новогодних 25. Я посмотрела очень разнообразные и комедии, и драмы. Гарри Поттера сюда тоже включила. Чарли Шоколадная фабрика. К следующему новому году я обязательно сниму видео об этих фильмах, какие стоит посмотреть, какие оказались не очень интересными, пустой тратой времени. Да, такие тоже были. Если интересно, подписывайтесь на меня, потому что до декабря будет очень много крутых разных роликов. В январе я начала читать книгу «Хьюги» или «Уютное счастье» по-датски. Обязательно подписывайтесь, еще раз скажу об этом, потому что совсем скоро выйдет ролик о прочитанных книгах. И там, если вам интересно и вы хотите услышать мнение мое об этой книге, оно там будет. Вообще, я начала постепенно обуютивать нашу квартиру. Я начала вносить какие-то нотки «Хьюги». Это свечи. Очень много свечей. Даня занимает первое место по жению свечей на одного человека. Это просто... Что это за рекорд, и кто его поставил, не знаю, но свечи – это неотъемлемая часть «Хьюги». Всякие разные теплые пледики, кофе, какао, горячий чай. То, если вам интересно, есть куча книг о «Хьюге». Если вы хотите просто уюта и тепла, вам его не хватает в жизни и хочется привнести нотку, можно это сделать и бюджетный подороже. Качайте, смотрите и просто покупайте книги о «Хьюге». Я думаю, вам понравится. В начале января, где-то вообще в первых числах, я досмотрела сериал «Сплетница». И боже, я очень рада, что я не остановилась и продолжала смотреть. Я обычно люблю доводить дела до конца, но не всегда это дело. И вот со «Сплетницей» было так, что второй, третий и четвертый сезон оказался просто, ну, так себе. Их же шесть. В общем, последний маленький сезон тоже оказался где-то на троечку из пяти, а вот предпоследний сезон оказался, ну, просто крутым. Он не такой крутой, как первый, но очень интересный. Много событий в нем происходит, и герои абсолютно становятся другими, не такими, как в начале. В некоторых героях я вообще разочаровалась, в некоторых прямо они меня удивили, серьезно. И когда я только начала смотреть, мне подруга сказала, что ей нравятся там две героини, ну, которые там есть. И я сказала, что, боже мой, как они тебе могут нравиться? Они же, они просто, слово подобрать не могу, красивая. В общем-то, теперь я понимаю, о чем она говорила. Действительно, мне тоже нравятся теперь эти героини две. И сериал, конечно, подрос в моих глазах. Я вам поставила, по-моему, 7 или 8 из 10. Вообще, в целом, рекомендую посмотреть. Как вы поняли, январь у меня не прошел без изменений. Я обесцветила свои волосы, много слышала, что отстрижешь, испортила, зря сделала. Но, честно говоря, я вообще не расстроилась ни капли. Вот сегодня мне удалось подержать оттеночный шампунь очень-очень мало, поэтому у меня такой вот цвет, но это лучше, чем желтый. Вот здесь вообще, мне кажется, белый немножко отдает фиолетовый. Вот такой вот цветочек красивый. Прям очень. Я активно ухаживаю за своими волосами. И если хотите, чтобы я сняла отдельное видео об уходе за обесцвеченными и испорченными волосами, то обязательно пишите под видео. Я вам расскажу, как я ухаживаю за волосами. Но могу сказать, что мои волосы стали мягче, стали пышнее. Вот просто посмотрите, какая копна волос. Какие они стали пышные. Вот это что. Так что, если вы хотели обесцветиться, в этом ничего такого нет. Хотя даже парикмахер говорил мне, что мы с тобой отрежем потом тебе вот это все вот так вот коротко. Я говорю, волосы не зубы отрастут, ничего страшного, давайте делайте. Вообще, хотела покраситься в металлический, но этот тоже достаточно неплохо смотрится. Если еще волосы выпрямить, то будет вообще очень здорово. Но сейчас я просто их помыла, мне понравилось, какие они у меня пышные. Еще январь это время, когда нужно заводить новый ежедневник. Я тренировалась, тестировала, как можно украсить, что наклеить, как вообще его сделать более усовершенствованным для себя. Пересмотрела кучу роликов и нашла для себя. Нахожу, продолжаю находить оптимальные варианты, как мне нравится вести. Я уже миллион лет обещаю снять это видео, но я сегодня сяду его и сниму. Ну, потому что я уже оформила февраль. Первое февраля на дворе. Hello! Пора уже снимать видео о ежедневнике. Но я не буду вам показывать, как я его веду, а просто покажу, какие я там сделала развороты. И если вам будет интересно, буду показывать раз в месяц всегда, как я оформила прошлый или следующий месяц. Ну и самое, пожалуй, интересное и самое главное, что со мной произошло в январе, это прохождение фрешмарафона. Совсем случайно я наткнулась на статью, где была активная ссылочка на книгу Лизы Фреш. И называется Фрешмарафон. Но это небольшая книжка. Первая глава состоит из общих рекомендаций и кучи-кучи отзывов с приведением результатов реальных фотографий и историй. Вторая глава содержит рецепты смузи. Десяти смузи. И по истечению этих десяти дней вы увидите в себе изменения или не увидите. Это решать вам. И вы можете купить дальнейшую программу с подробными рецептами, описаниями, советами. Ну, это все индивидуально. И третья глава – это интересные статьи про сахар, про эмоциональный голод. Много всего. Очень интересная книга. Я ссылку вам на нее ставлю под видео. Я ее скачала бесплатно. И вы можете ее скачать бесплатно. И вообще я подписалась на эту девушку, потому что у нее очень интересные познавательные статьи о здоровом образе жизни, о питании и многом другом. Ну, и давайте перейдем к фильмам. Фильм, о котором я забыла вам рассказать в декабрьском свободном полете – это «Джуман Джезов Джунглей». Очень крутой фильм. Там снимается один из моих любимых актеров – «Скала Джонс». И он привнес нотку харизмы в этот фильм. Это точно. Очень классный, очень интересный. Я вам его рекомендую посмотреть. На самом деле, мне понравился он чуть больше, чем «Джуман Джи» оригинальный. Первая часть, вот эта, которая снималась в 90-х годах. Здесь как-то более все усовременено. И как-то интересный сюжет. Может, просто картинка мне нравится больше. Поэтому сам фильм о том, как ребята попадают в компьютерную игру. Точнее, не компьютерную, а там что-то типа «Дэнди». Они отбывают наказание, находят эту игру. Их туда засасывают, как они разбираются со всем. Это очень смешно смотреть, потому что там такие шутки. Там серьезно, очень смешные шутки. Они не тупые, они смешные. Сюжет классный, задумка классная. И сняли они, и сыграли актеры классно. Я вам рекомендую его посмотреть, как только он выйдет в хорошем качестве. Ну и второй фильм, который я посмотрела, это «Величайший шоумен». Если не любите мюзиклы, то просто промотайте на конец видео. Я люблю мюзиклы. Один из моих любимых современных – это «Красавица и чудовище». Мне чего-то не хватило в этом фильме. Даже не знаю сама чего. Какого-то перчинки что ли. Но вообще интересный. Тоже интересно наблюдать за судьбами героев. Как все развивается. И как создается это волшебное место, этот цирк. Круто. Вот на такое бы представление, какое было в фильме, я бы действительно сходила. Там играет еще один очень классный актер – Хью Джекман. И только ради него стоит сходить посмотреть. Но если вы не любите Зака и Франа, то не идите. Он там тоже один из главных героев. Друзья, на сегодня это все. Если вам понравился ролик, не забывайте оценить его пальцем вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои ролики. А также на другие социальные сети, ссылки на которые под видео. С вами была Кристина. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю вам хорошего настроения. Чаще улыбайтесь. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok